какой вы ученый любопытный в чем заключается ваше научное открытие технологии вай фай 6 есть решения которые были сделаны в нашей лаборатории беспроводная связь очень прочно вошла в нашу жизнь и стала такой же базовой потребностью как например вода еда кровь в лаборатории мы как раз и разрабатываем методы передачи данных и алгоритмы обслуживания трафика такие которые позволят предоставить отличный сервис всем пользователям и таким образом сделать их счастливыми евгений хоров 37 лет окончил мфте по специальности прикладные математика и физика доктор технических наук заведующий лабораторией беспроводных сетей института проблем передачи информации имени харкевича российской академии наук лауреат премии правительства москвы молодым ученым за 2013 год автор более 200 публикаций индекс хирша 27 такими навыками должен обладать айти-специалист чтобы быть востребованным умение строить алгоритмы умение находить ту последовательность действий которая приводит тебя к заданной цели вот если ты это умеешь делать независимо от того ты являешься программистом или ты являешься кем-нибудь еще но умение вот выстраивать послед 10 крайне важно вай-фай вреден для здоровья миф или правда качественных исследований которые бы подтвердили какие-то зависимости между использованием беспроводных сетей и возникновением каких-то болезней их их нет я на самом деле не вижу ничего плохого в том что там проводить много времени с телефоном такова жизнь так устроен уже современный человек это стала частью нашей жизни возможно ли восстание машин ближайшее время нет я не верю в то что будет именно восстание машин том классическом понимании в котором она показывается в разных фильмах одни и те же технологии зависимость того как использовать могут привести как к какому-то очень позитивному эффекту так и словно поработить человечество не ну все в руках людей все в руках людей какие технологии могут стать прорывными для россии а боюсь показаться мне оригинальным я считаю что россии с ее колоссальными размерами с колоссальной территории с бесконечными границами нужны свои технологии связи потому что связь но она поэтому называют связь что связывать всю страну как стать успешным в науке для этого должен быть интерес то есть то что ты делаешь а должно быть тебе обязательно интересно безусловно нужно иметь талант а безусловно нужно очень усердно работать потому что талант без работы ничего не добьется и четвертый компонент успеха это везение о чем вы мечтаете как ученый чтобы результаты научной деятельности они быстрее внедрялись в нашу жизнь на самом деле есть большая проблема что наше общество часто оказывается не готовым к каким-то новым продуктом новым технологиям новым решением вот вы задавали вопрос право опасность вай фай на самом деле это большая проблема по всему миру жгли базовой станции 5g и вот я еще о том чтобы вот так этого мракобесия было в мире поменьше чтобы мы все могли пользоваться достижениями науки о чем вы мечтаете как человек я мечтаю долго жить и сохранить при этом здравость ума и трезвость памяти ваш самый сильный страх страх это это иррациональное чувство если ты чего-то боишься и ты понимаешь чего именно ты боишься нужно просто подготовиться к тому что чего-то боишься и этого удастся избежать что в себе вы бы хотели изменить я бы хотел быть более собранным какой суперспособностью вы хотели бы обладать понимать людей ну вот именно понимать людей что они имеют ввиду когда они говорят совсем другое на самом деле я считаю это реально суперспособностью потому что не все и не всегда говорят то что думают на самом деле а то что думают на самом деле иногда бывает важно знать чем в жизни вы больше всего гордитесь мне удалось собрать большую команду очень талантливых студентов аспирантов и выпускников ведущих кузов мы проводим исследования за которые реально не стыдно технологии можно купить оборудование можно купить результаты но будет время их можно получить а собрать команду людей которые понимают что делать умеет это делать и делают это действительно сложно ну ну и и и